ребят всем привет сегодня будем делать небольшой обзор по биткоину и пока мы не начали я расскажу что 21 22 декабря это уже на этих выходных поэтому времени не так много у нас состоится trade shop живой живая конференция живой workshop живой семинар интенсив называйте это как хотите в минске потому что я сейчас нахожусь в минске вы сможете посмотреть программу и записаться по ссылке в описании времени у вас не так много а мест у нас как всегда очень ограничено поэтому принимайте решение побыстрее если вы живете в беларуси неважно в каком городе приезжайте ко мне в минск на выходные будем с вами нагонять праздничную погоду новогодний новогодний шум поднимать есть мандарины посмотрите на мой лендинг даже если вы не живете в беларуси и не собираетесь ко мне на трейд-шоп потому что он такой новогодний мне кажется это поднимет вам настроение первый день мы будем учиться с вами определять зоны крупного игрока вы поймете как я работаю по какой стратегии я работаю вы знаете что такое набор позиции когда распределяет крупную позицию помните какой бы у вас не был крутой индикатор какие бы не были крутые фишки если вы не понимаете что такое механика рынка и в какую сторону сейчас идет перевес вы ничего не поймете поэтому приходите ко мне обязательно я вас этому научу по крайней мере расскажу то что знаю я по ссылке в описании ниже вы можете записаться давайте смотреть про bitcoin помните что сейчас нисходящее движение лонговать и в плане в том что пытаться искать точки входа в лонг самыми первыми очень неграмотно потому что вы можете потерять большую сумму либо потерять весь депозит вы видите у меня в канале есть нисходящее движение которое сейчас идет я вам нарисую две зоны мы будем делать это на графике xbt так как я работаю на битмаксе я вам нарисую две зоны и покажу откуда можно рассматривать лонги если действительно сейчас рынок развернется никого не слушайте кто вам говорит что знает когда рынок развернется потому что там холдинг либо еще что-то я уверена что те крупные держатели которые тянут которые отвечают так сказать запрос и отвечают за рост цены они на эти холдинги не смотрят они смотрят только на свои кошельки и там никто никого не жалеет не ваши депозиты они действуют в отличие от того пока вы просто ждете я вам нарисую две зоны и покажу почему произошло именно так а не иначе и если вы помните когда-то мне кажется я уже не помню когда еще и здесь я вам рассказывала что уверенно может быть на этом движении что в эту зону мы придем мы уже практически в нее пришли значит что-то я в этом рынке понимаю первую бы зону я не буду рассказывать как я эти зоны рисую я бы нарисовала вот здесь и почему здесь я ее объясню первая зона здесь потому что тот кто крупный держатель заходил здесь в рынок он позицию свою здесь защищал на мой субъективный взгляд на то как я понимаю этот рынок было два крупных держателя один защищал свою позицию вот в этой точке то есть он заходил в рынок второй крупный держатель здесь свою цену распределял и давил цену вниз то есть давил рынок к дампу вы можете это посмотреть то что вот видите когда мы часто возвращаемся к этой зоне и все-таки вы можете у кого как она будет правда она будет у кого-то чуть пошире я вам нарисовала примерную разметку если мы постоянно возвращаемся к этому уровню и крупный покупатель тот кто который сидит здесь который за там поддержал цену для дальнейшего роста он естественно будет свою позицию защищать и он будет ее защищать всеми теми мощностями которые у него есть если мы все-таки видим как продавец давит к этому уровню и подводит цену к этому уровню все-таки его пробивает значит силы этого крупного игрока иссякли и у него не хватает мощности для того чтобы поддерживать рынок дальше нам нужно посмотреть какие дальнейшие цели то есть все мы пробили эту зону и мы видим с вами что рынок ушел еще ниже то же самое я бы не слушала то что вам говорят что смотреть там левую часть графика я рассказываю но тоже как-то полнейший бред нормальные все трейдеры анализирует левую часть графика и смотрят объемы которые есть сейчас дальше вам нужно посмотреть на цели опять же мое все внимание к тому крупному держателю который был здесь и следующую бы зону я бы нарисовала в этой части потому что в этой части те кто заходили вот в этой в этой ситуации они выставляли свои блоки то есть они поддерживали рынок снизу чтобы не упал почему поддерживали чтобы не упал потому что если если они собираются дальнейшие движения делать в лонг из этих точек то есть если бы мы здесь упали вот из этих точек было бы просто сложнее вытянуть по цену наверх и поэтому рынок поддерживали вот в этих вот областях назовем это так дальше когда рынок если вы пойдете уже на более на правую часть графика которая у нас есть сейчас из этой зоны интереса у нас был последний такой довольно мощный импульс наверх который может быть кто-то из вас забрал почему он был и почему он был конкретно в этой зоне интереса скажем так что у этого крупного держателя он приложил максимум усилий я не верю в новости на криптовалюте поэтому приложил максимум усилий для того чтобы из этой точки из точки где он удерживал цену цену от падения где он добирал позицию он из этой точки приложил все силы для того чтобы выдавить цену наверх но Вот тот крупный продавец, либо отсутствие в принципе спроса и отсутствие крупного держателя, который бы дальше тянул цену наверх, его очень быстро спустили на землю. И у нас происходила здесь борьба, борьба дальнейшего этого зона. То есть от левой части, от анализа левой части мы перешли к анализу правой части, к той ситуации, которая у нас происходит сейчас. Результат сегодняшнего и вчерашнего движения это усилие с какого-то момента. Невозможно не анализировать левую часть графика. Да, может быть не нужно анализировать историю 10-го, 13-го, 14-го, даже 17-го года. Но последний год у вас должен быть всегда в анализе. Вы не можете без истории анализировать сегодняшнее движение. История не менее важна. Хотя бы ближайшая история, но 8 месяцев. Если вы работаете в краткосрок, если вы забираете более крупное движение. Вы можете посмотреть и оценить, что в этой части все-таки покупатель пока еще очень слаб. Либо отсутствует. Я не вижу никакого интереса в этом рынке. И эту зону мы попилили. Ту зону, которую мы нарисовали вот от этой части графика. Мы ее распилили с вами. И теперь вы видите, что мы находимся ниже. Мало того, что мы трендовую восходящую пробили. Что говорит о том, что мы эти трендовые восходящие пробиваем одну за одной. Одну за одной я имею ввиду вот эту трендовую пробили, вот эту трендовую пробили. Это значит то, что тренд идет сейчас нисходящий, естественно. И это значит то, что рынок пока еще слаб и наверх он не собирается. Так как вы видите, что мы все-таки пошли ниже этой зоны, вот здесь можно было спокойно шортить. Шортить по какой причине? Потому что опять, когда мы пришли в эту зону, покупатель снова попытался продавить цену наверх. Его быстро покупатель вернул снова в эту зону интереса. Мне кажется, я уже рассказывала, почему это называется у меня зона интереса, почему я так это называю. Если вы не знаете, то пишите мне в комментариях. Я тогда сниму видео по этому поводу, расскажу вам, как вообще, по каким принципам я придумала, что это зона интереса. Дальше вторая попытка вытянуть цену снова выше этой зоны. То есть, понимаете, да? Покупатель все свои мощности использует для того, чтобы продавить цену выше. Но уже вот по этому сигналу было понятно, что покупательская способность сейчас очень слабая. Есть продавец, либо нет продавца. Там есть продавец, который тянет вниз, либо нет покупателя, и рынок падает под собственным весом. Как бы вы это называли? Спроса и силы рынка для того, чтобы двигаться наверх, на данный момент нет. И вот это вот вам уже должно было про это подсказать. Особенно, если вы работаете в экстремумах. То, что мы не смогли преодолеть предыдущий хай, уже говорит нам о том, что покупателей в игре на данный момент сильного нет. Мы продавили все-таки и закрылись. Вот эта свеча для вас была самая показательная. Я имею в виду вот эту свечу, которая закрылась ниже этой зоны. И дальше ретест пошел от этой зоны, и мы пошли вниз. Если вы, конечно, не шортанули здесь, то я бы уже в шорт не входила. Потому что здесь уже опасно. Если вы смотрите объемы, если вы смотрите кластеры, здесь очень много было уже таких, когда протовцы прикрывают свои позиции, видно. Но у нас все еще есть эта зона. Почему эта зона есть? Потому что если мы дальше пойдем тестировать, то есть этого крупного держателя мы уже выбили из игры. Тот, кто сильный держатель, лично для меня сильный держатель, самый сильный держатель находится вот в этой области. И он управляет полностью всем рынком. Я имею в виду всем вот этим движением. Может быть, он 50% разгрузил позиции. Может быть, полностью, я не знаю. Но пока, на мой взгляд, он управляет всем баллом. И движение вниз контролирует тоже он. Не факт, что он там продает. Может быть, он просто контролирует, чтобы падение не было таким существенным, если он все еще находится в игре от вот этих вот текущих. Шортить из этих точек я бы уже не шортила. Даже если здесь уровень, это как бы уже конкретно мой уровень. Потому что здесь у нас есть последние лаи. Я имею в виду последние минимумы вот этого, вот этого вот, вот этой части графика. И нужно смотреть, что будет происходить возле этой зоны. Возле этой зоны у нас есть следующий крупный игрок, который цену принимал. Я уже не смотрю сюда. Я смотрю вот в эту часть графика. Потому что, когда был первый импульс, здесь кто-то поддержал. И если придет сюда цена, все-таки вниз продавят настолько сильно, то мы тогда будем с вами рисовать зоны вот от этой части. По аналогии, как я рисовала здесь, я буду рисовать точно такие же зоны здесь. Ну и вам, соответственно, покажу. Поэтому то, что я жду в текущих, то, что я жду возле текущих, это понятно. Почему бы не сделать движение дальнейшее? С шортом все понятно. Я думаю, что хорошо, если мы сделаем ретест, если мы здесь с вами нарисуем такую локальную зону. Давайте лучше сделаем это прямоугольником, тогда будет лучше видно. И сделаем это другим цветом. Если у вас будет здесь локальная зона, вы перейдете на более мелкий таймфрейм. Вы увидите, что здесь у вас был флэт. Флэт, я имею в виду всю вот эту ситуацию. Мы снова вернулись к этому уровню. Спокойно можем пойти обратно на откуп конкретно из этой зоны. Можем пойти наверх. И здесь нужно смотреть, вот здесь нужно конкретно смотреть, что будет происходить возле этой зоны. Если мы даже не сможем зайти в зону интереса, поторговать вот здесь цену и будем консолидироваться ниже этой зоны, я бы все-таки вам сказала, что преимущественно пока шортовая ситуация. То есть можем прийти на ретест. Если мы снова, вот будет вот такая формация, примерно как я вам показала, можете смело ставить здесь свои заявки на шорт. Процентность там, сложно говорить, сильно вероятность. Ну, с такой хорошей долей вероятности, процентов 60, это то, что мы пойдем на дальнейшее движение, и вы это движение заберете. Может быть мы, конечно, пойдем от текущих, но логично, что мы бы сделали еще ретест этой зоны. Хорошо, пойдем от текущих, будем ловить от текущих и искать следующие зоны фиксирования тейп профита. Будем делать ретест, уже понятно тогда, будет ли крупный покупатель в игре. Когда можно лонговать? То есть с шортом разобрались. Теперь, когда можно заходить в лонг? Прямо отсюда у нас может быть вот такой импульс, который выстрелит вот сюда. Почему бы нет? У нас же была вот такая здесь ситуация. Но предугадать этот импульс, и знаете, я могу завтра проснуться, а график уже будет на 10 тысяч. Очень и очень сложно. Я пока такие вещи предсказывать, или как это называется, анализировать не научилась. Поэтому, на мой взгляд, лучше заходить после подтверждения, когда у вас есть уже подтверждение того, что крупный покупатель готов тянуть цену выше, у него появилось достаточно бензина, достаточно мощности для того, чтобы тянуть выше, вы можете уже тогда лонговать. Хотите пробовать от текущих, не надо вам никакое подтверждение. Ради бога, пробуйте там, не знаю, ну лонгуете вы от этой зоны. То есть многие, на самом деле не то, что я советую, но многие от нее заходят в лонг, потому что они смотрят на последний минимум. И здесь уже смотрят, как распределяются, в принципе, эти объемы. Я бы не лонговала от текущих зон. Конечно, там после обзора я могу увидеть какого-то крупного покупателя, который здесь начнет консолидироваться. И я уже сказала, что я не люблю без подтверждения лонговать. Лонговать можно тогда, когда мы придем вот к этому максимуму. Да, вы пропустите это движение. Но помните, что если вы будете с подтверждением лонговать, для вас ваш риск менеджмент будет намного грамотнее, чем вы будете просто там пытаться наугад эту точку входа в лонг найти. Ну, больше вас выбьют по стопу. Смотреть на крупного держателя, который собирается работать дальше, ломать этот тренд. Все-таки тренд у нас идет нисходящий. Для того, чтобы тренд нисходящий перевести в восходящий, его нужно сломать. А ломается рынок внизу не очень-то просто. Если мы придем сюда, нужно смотреть, как будет цена. Если, а когда мы придем сюда, нужно смотреть, во-первых, первая зона, как у вас проторговалась вот эта зона интереса. Смотрите, что было здесь. Начнем закрываться выше, уже хотя бы под последний хай, я имею в виду закрытие дневной свечи. Мы сейчас смотрим 4 часа, уже интересно. Когда придем сюда под уровень 7800, пока он работает. Пока этот уровень работает, работайте с ним. Не нужно говорить, что уровни перестают работать заранее. Ну, они, конечно, перестают работать, но пока они не перестали работать, лучше на них зарабатывать. И поэтому, когда сюда придет цена, смотрите, что будет. Мало того, что если она придет сюда, мы перебьем уже последний хай, то есть начнется закрываться выше. Уже тогда покупатель покажет свою силу. И уже тогда можно говорить о том, что тренд изменился. Это все еще может быть флэт. Вот эта вся ситуация после падения, это все еще может флэт быть. И сложным пробоем мы можем закрыться выше. Но любое закрытие выше этой зоны, выше зоны 7800, нам покажет о приоритете покупателя. Если все-таки, видите, очень просто логика выстраивается. Вот в этой части, даже можно сказать, что и вот в этой части, покупатели останавливали. Останавливали по конкретной цене, в конкретной зоне. Значит, дальше его пускать в лонг, либо нет спроса, чтобы дальше двигать цену наверх, либо просто, ну, как бы неинтересно самому крупному держателю. И когда вы придете сюда, и если вы начнете закрываться выше, это значит, что покупателя, наконец-таки, пустили за 7800. И тогда здесь можно рассматривать лонг. До тех пор я бы его не смотрела. Придет это тремя свечами, двумя, или одной свечой вот так это все выбьет. Я не знаю, я не могу такие вещи предсказать. Но лонг бы я все равно смотрела. Такой хороший лонг я бы уже с вами рассматривала от этих зон, вот когда придем, там и будем рассматривать. Пока еще все-таки шартовая ситуация. Любое закрытие ниже вот этой зоны, то есть ниже локальных минимум, вам будет только еще больше говорить о том, что ситуация шартовая. Всем спасибо большое за внимание. Ни в коем случае не принимайте мой обзор, как совет, и к торговле. Думайте своей головой, иначе вы потом обвиняете этих трейдеров и блогеров, что вам помогли следить депозит. Никого не слушайте. Слушайте, просто воспринимайте эту информацию. Может быть, вы что-то для себя интересное подчеркнете. Спасибо большое за внимание. Не забудьте посмотреть ссылку в описании и увидеть мой новогодний лендинг со снегом. И записаться на конференцию, если вы живете в Беларуси. Буду ждать вас на выходных. Всем пока!